приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про кару 45 т очень давно я получил этот танк на глобальной карте и до сих пор не понимал зачем он мне нужен я на нем не играл он мне не нравился совершенно в патче 1.27 его апнули очень хорошо так апнули давайте еще раз вспомним что изменилось снарядов было 4 стало 3 также улучшили перезарядку каждого снаряда на полсекунды перезарядка стала 13 половиной секунд 11 с половиной секунд а также девять с половиной секунд чем больше снарядов в барабане тем быстрее снаряды заряжают сведение было 3 секунды стало 2,4 десяток сведение очень сильно улучшилось также точность было 038 стала 036 еще изменили роль танка он был универсальный а теперь этот танк поддержки что хочу сказать в целом про этот танчик он стал гораздо шустрее в плане перезарядки урон вливает прям быстро также точность сведения и стабилизация стали приятнее но я бы не сказал бы что это прям что-то прям вау офигенно до леопарда или концепта 5 этого этому танчику далеко в плане комфорта стрельбы но это принципе приемлемо особенно в ближнем бою играя от рельефа вообще норм у танка очень хорошая броня в плане башни особенно играя через холмики рельеф и насыпи в общем через рельеф давайте посмотрим броню видим что стоя на ровной поверхности броня у танка слабенькая а вот когда мы начинаем играть через холмики рельефики броня очень хорошо себя проявляет очень рикошетная очень неплохие углы наклона этой самой брони если мы танчик еще и через рельеф наклоняем это просто не пробить ничем но есть уязвимые зоны они находятся в нижней части возле маски слева и справа от орудия там пробивается всегда там брони не сильно много я думаю что там и восьмерки если попадут смогут пробить но туда нужно еще попасть и нужно знать что она там есть хотя с нынешней стрельбой иногда туда будут попадать и не зная просто случайно в любом случае зимы зоны небольшие это хорошо каких-то там лючков особо нет маленькие на шлепке есть но их даже выцелить тяжело поэтому этот танчик самое то чтобы ехать играть против соперников на рельефе у воены хорошие броня в башне хорошая барабан сейчас приемлемый по скорострельности и по точности единственное что пробитие никак не улучшилось 248 пробития бэбэшка это просто смешно на фоне остальных пробитий у средних танков 10 уровня это прямо грустное пробитие я думаю что в основном все будут играть на специальных снарядах у которых пробитие 320 это подкалибер и я не особый любитель подкалиберов но в принципе это лучше чем бэбэшка 248 даже если посмотреть на броню кару 45 т когда она играется против кумулятивов с пробитием 340 то эта броня превращается в полную тыкву если мы стоим ровно перед соперниками если играем через рельеф то все равно броня в башне есть это радует но если мы слишком сильно танчик наклонять на максимум не будем то броня без наклонов такое пробитие танковать не будет танчик сейчас занимает второе место по статистике это очень жестко на первом месте у нас gothic warrior которого можно было получить в маневрах в которой я благополучно ни разу не играл а вот кару 45 т стоит у меня в ангаре очень давно и вот теперь я думаю что пора на нем поиграть и вам рекомендую если он у вас есть пора стряхнуть с него пыль и поехать покататься планка у него выросла очень хорошо так очень заметно подросла да и сыграл несколько боев перед тем как записывать это видео я понял что танчик реально про урон наносит он его хорошо также тут есть очень хороший элемент который помогает играть там и на коридорных картах и против тяжей это хорошая броня в башне поскольку если мы берем какую-то бумажную стаж q то большая часть из них мне не нравится как раз таки из-за того что на коридорных картах ты не знаешь куда себя деть куда применить зачем ты вообще в бою нужен а здесь ты можешь выехать от башни ходе где-то что-то попробовать попытаться что-то сделать поучаствовать в бою я думаю что как раз таки за счет этого у танка цифры такие высокие поскольку если взять какие-нибудь бумажные тяжи или бумажные стэшки или птэшки на многих картах ты вообще не понимаешь зачем ты нужен если карта состоит из одной-двух канал где стоят бронированные танки на фулл голде и ты туда как только выглянешь получишь полные щеки этой самой голды и отправишься спать а вот на этом танчики ты можешь от морды где-нибудь выставиться посмотреть что там да как в кого-то пострелять что-то поделать хоть как-то поучаствовать и это очень важно в нынешнем рандоме поскольку танк который не может выставиться в коридорных картах на мой взгляд сейчас на хрен не нужен из таких танков которые почти полностью картонные но все равно на них можно играть их можно буквально по пальцам пересчитать поскольку им настолько параметры закрутили дальше некуда что на них все равно можно играть допустим концепт 5 дан абсолютно картонный но все равно там немножко щеки танкует пушка супер мега дпм на и точно этом стабилизированная плюс такая скорость что можно по этим каналам коридорным так закрутиться завертеться что еще и проехать нормально в общем только сильно перриапаные танки картонные имеют право на жизнь остальные нафиг не нужны а кару 45 т он и выставиться может за счет башни так и в принципе теперь по параметрам он неплох то есть совокупно на нем сейчас в принципе комфортно играть в нынешнем рандоме по поводу оборудования я все использовал на точность вентиляция стабилизация прицел поскольку он даже в такой сборке не догоняет по комфорту и качеству стрельбы не концепта 5 не леопарда никакую другую стежку которая комфортная стрельба да в принципе на нем приемлемая стабилизация точности сведения но есть куда расти также играть скорее всего придется на фулл галдея поскольку бы башки бездарные ими разве шоу восьмерки стрелять это не во все по поводу полевой модернизации я ее не прокачал поскольку я на этом танке все это время не играл он мне не нравился и только вот сейчас я попробовал и понял что да вот на этом танке я готов поиграть вот в таком виде он играбельный пишите свое мнение в комментариях сэм бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и